приветствую вас на своем канале меня зовут дядя митя позвольте мне сегодня побыть вашим гидом по этому новому современному парку отреставрированных орленок которая была вложена много много миллионов и сейчас прокуратура возглуждает все новые и новые уголовные дела похищения 500 тысяч и 300 тысяч а также он находится вот рядом с этим красивым красивым собором благовещенский давайте пройдем внутрь и посмотрим что нас там встречает белый сад это еще одна отсылка к советскому ампиру к образу морских курортов и санаторию с белыми балюстрадами с которыми ассоциируется колоннада парка входная группа отреставрирована максимально бережно появилась подсветка и в ночное время вы не пройдете мимо обязательно захочется зайти в него она должна создавать атмосферу умиротворения и отдыха со всех сторон парка организовали входы в таком же классическом стиле всего их 5 воссоздали в прежнем стиле и ограждения входя в парк нас встречает мальчик на коне трубящий в горд его зовут орлена памятник был установлен после реконструкции в 1980 году раньше он находился в теневой глубине и мало кто обращал на него внимание а теперь он стал визитной карточкой парка новая современная аллея где благокупают цветы а также открывается прекраснейший вид на этот новый отреставрированный фонтан хотя он не новым просто отреставрирован концепция проекта обновления парка получил название новое в старом при сохранении исторического облика орленка автором проекта удалось объединить классический советский стиль современным экологическим направлением также здесь появились экотропы по которым можно будет просто погулять и помечтать и почувствовать себя просто на природе пар делится на две части классический парк широкой аллеей фонтанами сочетается с ландшафтным исчерченными сетью извилистых тропинок под кронами деревья обе части парка условно соединяет грандиозная конструкция так называемый мост в котором расположены торговые объекты и блок обслуживания парка декоративная часть конструкции выполнены из лиственницы здесь установили архитектурное сооружение в виде моста куда вы можете подняться вверх и посмотреть на этот прекрасный парк открывается просто бомбический вид здесь есть все для отдыха детей их родители детские площадки укрыты тенью деревьев это идеально особенно жаркий день они разделены по возрасту чтобы детки не конкурировали друг с другом игровая зона с необычным покрытием 40 сантиметровым слоем коры лиственницы такое покрытие абсолютно безопасное а в солнечный день или во время дождя радаёт дополнительный бонус источает аромат хвойного леса такой слой лиственницы коры лежит и в соседней зоне под линием рядом качели парк орлёнов всегда считался детским парком и поэтому здесь было решение узнать эту современную детскую площадку с большим количеством качели где будет интересно каждому ребенку покачаться на них а также поиграть на этой современной детской площадке вы здесь закачаетесь огромная зона самых разных качелей в очереди чтобы покачаться никому стоять не придется пока дети качаются или штурмуют горки родители могут присесть на скамейку саму разнообразных лавочек по всему парку разбросано огромное количество любители неспешных прогулок могут пройтись по широкой центральной аллее покрытый гранитной плиткой и свернуть на дорожке который исчерчивает весь парк некоторые тропинки покрыты доской лиственницы другие гранитным отсевом напоминающий крупный песок гуляя по таким покрытием приятно и спортивные обуви и на каблуках и даже босиком спортивным ядром общественного пространства стали две зоны расположены симметрично относительно центральных дорожек парка ближе к студенческой в одной части разместились уличные тренажеры а в другой площадка для стритбола и воркаута резиновое покрытие на площадках должно уменьшить шум от активности посмотрите на этот чудо фонтан который находится сейчас в хорошем состоянии отреставрирован а раньше он находился в ныне был полуразрушенный а сейчас это просто . притяжение который привлекает многих людей посмотреть подсветку ночную а также нырять за монетками короче вам всем интересен не забывайте ставить на меня лайки меня зовут дядя давайте дальше продолжим фонтан находился в удручающейся состоянии его оцифровали перевели все в чертежи смонтировали новое высокотехнологическое оборудование с новой картиной воды воссоздали фонтан в том числе и лепнину из прочных современных материалов но без использования пластика еще фонтан получил звуковое сопровождение и динамическую подсветку все это воронец и могут увидеть вечером а уровень громкости и время работы запрограммирована так чтобы не мешать жильцам близких домов парк орленок становится более уютный вечером эта подсветка придает вам парку изящие здесь будет интересно находиться и влюбленная парочка и также семейным людям когда можно прийти и просто отдохнуть на самом деле здесь очень красиво становится ночью она и днем красиво ночью просто преображение парка светящийся детские класс детские площадки которые подсвечиваются ночью и также можем прийти сюда и просто погулять поиграться или покачаться в освещении в обновленном орленке тоже необычно это не только классические высокие фонари но и низкие светильники бросающие яркий отсев на траву в теневых зонах и оригинальное освещение моста где некоторые лампы вмонтированы прямо в покрытие под ногами очень понравилось место где стоят лавочки со столами а сверху находится гирлянда что напоминает кафе приятно посидеть там и пообщаться без минусов лишь то что таких парков воронеже хочется намного больше о чудо территория парка свободно от коммерции но совсем недалеко есть магазины и кафе так что всем будет удобно я только поддерживаю такую организацию реконструкция затянулась на целых три года по ряду объективных причин в результате есть отдельные недочеты но они устранимы со всеми сложностями с которыми столкнулись в процессе обновления парка увеличение стоимости основных строительных материалов банкротства подрядчиков удалось справиться парк получился точно таким каким его задумывали архитектор и ни от одной идеи не отказались кому понравилось мое видео не забывайте на меня подписываться меня зовут дядя митя и всем удачи и пока